Один из самых сложных вопросов в работе юриста это субсидиарная ответственность по долгам юридического лица, его директора и иных контролирующих лиц. Если вам нужна помощь, телефон мой в описании. Помните, что суд ошибок не терпит. Ошибетесь разочек в первой инстанции и дело пойдет прах. Так вот, к чему я? Представьте ситуацию, когда организацию должника, например, с 10-миллионным долгом, можно меньше, можно больше, сами пофантазируйте, исключают из егрюл как недействующую. Такое бывает нередко. Как правило, в таких ситуациях потом сразу возникает кредитор, у которого есть большой долг или небольшой, неважно, и говорит, как же так? Он сам прощелкал, потому что все эти данные открыты, он сам прощелкал одним местом. Контору должника исключили. И он теперь говорит, давайте-ка мы на контролирующих должника лиц повесим ее долги, потому что это типа их косяк. Давайте возьмем директора, главбуха, если там еще есть какой-то совет директоров, если это АОшка, то вообще конец света. Давайте еще главного юриста привлечем и главного дворника. Так дела не делаются. Так делать нельзя. Ее исключили. И ссылаться там на 53.1 статью ГКРФ нельзя. Как правило. Но, учитывая, что вопрос сложный, сам по себе субсидиарка, тут могут быть разные моменты. Но общая тенденция, в том числе и по Верховному суду, такова, что как бы исключили контору из ЕГРЮЛ. И прямой связи, причинно-следственной нет между недобросовестностью контролирующих лиц и, собственно говоря, вот этим явлением. Кредитор сам виноват. Нефиг было. ЕГРЮЛ надо было смотреть. Продолжение следует.